Здравствуйте! Вот такая вот случилась неприятность, что порвалась рубашка у моего мужа. Ну и надо ее зашить. И хотя она находится, эта дырка, в таком месте, что заправляется в брюки в самом низу рубашки, ну, бросать не хочется, но и заодно я вам покажу, как это делается. Смотрите, чтобы зашить более незаметно, надо в первую очередь подобрать нитки. Вот, допустим, у меня есть нитки, ну, будем говорить так, более как бы приближенные к цвету рубашки. Ну, так жизненный мой опыт показывает, что ниточку нужно выбирать более темного цвета, чем, ну, если у вас нет уже совсем один в один, то берите не вот светлее нитку, а чуть-чуть темнее. Она будет в шве смотреться более прилично и более незаметно. Вот я выбрала вот такую вот ниточку. Смотрите, вот я, вделав иголочку, иголочку я беру самую тонкую, какая у меня есть, но нитки мы пока обрезать не будем, мы с ними займемся попозже. Значит, шовчик самый незаметный, какой только можно сделать на этой рубашечке. Я шью с внешней стороны. Смотрите, из-под низу я загоняю иголочку, протыкаю по серединке дырочки, протягиваю, вот наш узелочек там закрепился. Теперь смотрите, я сначала делаю вот так, иду вдоль нашей дырки, вниз, к себе. Раз, перехожу я на эту сторону, и опять вниз делаю небольшие, я делаю совершенно небольшие стежки, смотрите. Два, и таким образом я иду, то есть одна сторона вниз, другая сторона вниз, иду я вдоль дырочки до самого низа рубашки. Ну, давайте пройдем с вами вместе. Стижки я делаю небольшие, я не знаю, уж вам видно или нет. Нитку я сегодня не брала контрастную, но я надеюсь, что максимально камеру я приблизила, что вам это будет хорошо видно. Значит, ниточка наша не должна нигде путаться, то есть наша, мы идем себе вот таким вот шагом, не очень как бы широким, идем вниз. То есть нитка не должна тут впереди иголки быть, она должна оставаться сзади. Сейчас я пока ничего не стягиваю, я просто иду вдоль дырки. Я вам дальше покажу, что мы будем делать. Этот шов уникальный. Этим швом можно не только дырки зашивать, можно ушивать по бокам вещи, можно, значит, всякой пришивать и рукав, и все подряд, и делать очень незаметно это все. Вот, ну, сейчас я покажу вам дальше, что мы будем с вами делать. Мы идем до самого конца дырочки. То есть швов, в принципе, зашить дырку эту существует великое множество. Можно зашивать с обратной стороны. Можно зашивать с этой, с лицевой стороны. Швом я уже делала видео, как этот шов делать. Ну, вот мне захотелось еще вам показать еще один метод зашивания вот таких вот длинных продольных дырок, чтобы это было незаметно. Ну, вот мы с вами дошли до конца нашей дырочки. Давайте мы вот здесь еще чуть-чуть пройдем, чтобы уже до конца. Так. Ну, давайте вот так. Так. И теперь, как эффектно не показывает в интернете, но одним махом это все не получается, мы должны подтянуть. Сначала вот подтягиваем верхнюю часть рубашечки. Так. А теперь подтягиваем вот эту вот нижнюю часть рубашечки. Аккуратненько, чтобы нитка не порвалась. Смотрите, заморщила, да? Теперь мы с вами должны рубашку нашу вывернуть для того, чтобы, смотрите, шов хороший, красивый, но наша рубашка часто стирается, гладится. Вот. Поэтому мы должны с вами теперь перейти на эту сторону. Переходим. И начинаем обшивать вот так. Смотрите. Для чего это делается? Так как мы с вами зашили, то мы иголкой шли в одном направлении, и наша строчка, вы уже, наверное, сами заметили, начала как бы стягиваться. Если потянуть за ниточку, то она взяла и стянулась. Теперь мы закрепляем, то есть сделали мы незаметный шов для того, чтобы было не видно. А теперь мы берем и просто-напросто вот так вот через край с обратной стороны берем и прошиваем. Но, смотрите, мы иголкой не должны заходить за наш шов, который мы и сделали с вами. Вот мы идем и вот так вот просто через край своего рода закрепляем и шов, и все вот эти наши нитки-болтанки, чтобы они не вытаскивали. Я их специально не обрезаю, потому что, ну, они своего рода вот здесь крепят рубашку, и там распусти, и пойдет рубашка моя дальше рваться. Так, и таким вот мы образом дошиваем до самого конца. И сейчас мы с вами посмотрим, что у нас получилось. здесь мы уже как бы не делаем так, не следим, чтобы уж прямо аккуратно-аккуратно, чтобы стежочек ложился ровненько и красивенько. Зашиваем, просто закрепляем. Главное, что мы не выходим за линию нашего шва. Так. Теперь мы, смотрите, мы подошли к самому проблемному месту, где наша рубашка начала рваться. И вы, наверное, заметили, что даже после вот этого вот зашития у нас все равно вот здесь остается вот такая вот складочка. То есть мы с вами должны сделать так, чтобы наша складочка стала, ну, минимально заметна. То есть нужно нам с вами выйти на самое нет. Вот, смотрите, мы подошли. Видите, у нас какое расстояние? То есть мы с вами должны сделать вот так. То есть мы иголочкой должны с вами прошить до самой-самой одной ниточки. То есть мы берем и дошиваем вот так. Ноготочком поддерживаем, буквально, чтобы самая капочка осталась у нас тут самая. Вот так. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, узелок, как мы завязываем. В петельку мы иголочкой проходим раз. С этой же стороны два. Затянули. Затянули, взяли ножнички и аккуратненько обрезали. Ну и что ж, посмотрим на результат. Когда мы погладим нашу рубашку, сейчас, вот, видите, небольшая таки осталась вот здесь заходик. Но после разглаживания будет практически это незаметно. Ну вот, посмотрите, после того, как я разгладила то место, где мы с вами зашили, вот оно, это место, то здесь у нас получился очень аккуратный, очень красивый шов. То, в общем-то, почти что незаметный. Ну все, на этом все. Я вам всем желаю, чтобы у вас все всегда получалось в жизни. Сбывались все ваши желания. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok